Чудик 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 Поднял бумажку и положил на прилаг Сейчас кто-нибудь прибежит сказала продавщица Чудик вышел из магазина в хорошем расположении духа Но тут его как будто жаром обдало Вдруг он вспомнил что сберкассив дома ему дали точно такую же бумажку и еще 25-рублевую 25-ти рублевого он разменял сейчас в магазине, а 50-ти рублевая должна была лежать в кармане. Сунулся. Нету. Туда-сюда. Нету. Моя бумажка-то была, громко сказал Чудик. Но смелости за бумажкой вернуться не хватило. Да почему же я такой есть? Тихо ругал на себя, сидя в автобусе. Набирался смелости. Предстояло объясниться с женой. Сняли с сберкассы еще 50 рублей, и Чудик, убитый своим ничтожеством, ехал в поезде. Но постепенно горячая обида проходила. За окном мелькали леса, перелески, деревеньки. В аэропорту Чудик написал телеграмму жене. Ветка сирени упала на грудь, Милая груша, меня не забудь, Васятка. Знал Василий, что есть у него брат Дмитрий, Трое племянников. А о том, что должна быть снаха, Как-то не догадывался. Он никогда ее не видел. А именно она-то и испортила весь отпуск. Выпили с братом понемногу, И Чудик запел протяжным голоском. До поляна, до поляна. Софья Ивановна снаха, Выглянула из соседней комнаты, И зло сказала. А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? Хлопнула дверью. Брату Дмитрию стало как-то неловко. Это она из-за того, что ребятишки спят. Выпили еще понемногу, Стали вспоминать дом, отца, мать. Софья Ивановна опять выглянула из комнаты И совсем нервно сказала. Ну, может, хватит? Кому нужны эти ваши сопли? Чудик предложил выйти на крыльцо. Братья вышли, и Чудик начал было продолжать. Но тут с братом Дмитрием что-то случилось. Он стал плакать и колотить себе кулаком по коленке. Вот она, вот она моя жизнь. Сколько злости в человеке, сколько злости. А из-за чего она тебя не залюбила? Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил перед крыльцом, размахивая руками. Наутро Чудик проснулся, когда дома никого не было. Мрадмитрий ушел на работу, жена тоже. Двое племянников постарше играли в саду. Младшего отвезли в язь. Чего бы такого приятного для стойки сделать? Стал думать Чудик. И тут на глаза ему попалась детская коляска. Изрисую-ка я ее, подумал Чудик. Он нашел кисточки и краски, и через полчаса все было готово. Не коляска, а загляденье. Вот снохе понравится, подумал Чудик. Весь день Чудик гулял по городу, а к шести часам вернулся даму к брату. Зашел на крыльцо и слышит, как сноха на Дмитрия орет. Чтобы завтра же этого дурака здесь не было, пусть не ожидается. Выкину его чемодан к чертовой матери. Чудик поспешно сошел с крыльца. Ему стало так больно и обидно. Да почему же я такой есть? Тихо ругал на себя, сидя в сарайчике. Надо было догадаться, не поймет она народного творчества. Долго еще просидел Чудик в сарайчике до темна. А потом пришел брат Дмитрия. Он как будто бы знал, что Чудик сидит там. Моя вот опять расшумелась. Коляску-то не надо было уж. Я думал ей поглянется. Поеду я, братка. Брат Дмитрия вздохнул и ничего не ответил. Домой Чудик вернулся, как дошел в полной дождик. Он сошел с крыльца, снял новые ботинки и побежал по мокрым лужам. Звали его Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обыжал сыщиков и собак. В детстве мечтал стать шпионом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok